Курят, пьют. Я вот давно хотела к вам подойти поговорить, а я под ними живу. Я боюсь. Бабушки у подъезда для Ивана Колодкина, как внештатные агенты, всегда рассказывают, кто из соседей пьет, а кто бьет. Под контролем участкового 25 домов. В целом, признается милиционер, с округом ему повезло. Но пьяницы дебоширов хватает. То есть, если бы этого всего здесь не было, и было бы все хорошо, мне бы здесь делать нечего было бы. Иван Колодкин может похвастаться, его на участке знают. А ведь часто работа блюстителей порядка остается незамеченной. Я знаю, что вот в этом роде где-то опорный путь вроде есть. Здесь живешь? Да. Своего участкового знаешь? Нет. Приходилось когда-нибудь обращаться за помощью к участковым? Сейчас только разговор вели об этом, что тут наркомания он знает. Свою неизвестность милиционеры объясняют большой загруженностью. За день, бывает, поступает и 50 заявок. Помимо этого, нужно провести беседы с так называемым тяжелым контингентом. А новое время ставит перед сотрудниками все больше задач. Преступность совершенствуется. И участковый полномочий тоже должен совершенствоваться. Сегодня к участковому определяются особые требования. Он должен быть и криминалистом, и сыщиком, и следователем. То есть, он во всех кипостасях. Всего за порядком в области следит более полутора тысяч сотрудников. Самых достойных сегодня наградили за отличную службу. 13 человек получили почетный знак «Лучший участковый». А знак я получил, да я думаю, каждый участковый достоин такого знака. Я не считаю, что я лучший или какой-то, либо как все. Опыт работы не менее пяти лет. Знание законов, коммуникабельность и хорошая физическая форма. Вот лишь часть критериев, по которым выбирают лучших участковых. У своеобразного конкурса есть и всероссийский этап. Но пока взять в Москве условное золото южноуральским милиционерам не удалось.